Доброе утро, друзья! Ура! Пятница! Впереди рабочий день, который прилетит совершенно незаметно. И выходные. Нет повода не порадоваться. Но если будете смотреть нашу программу, настроение у вас поднимется еще выше. Ольга Орлова расскажет вам новый рецепт завтрака, который не оставит никого равнодушным. Расспросим о любимых книжках детства Вячеслава Шунина. Никаких и книг в магазинах ничего не продавалось. А Маргарита Кадацкая разузнает, чем заняться в выходные. Для начала поделим и косы на троих. Еще мы посмотрим забавные фотографии животных, которые вы нам прислали на конкурс «Чеширский кот отдыхает». И разузнаем, чем же нас удивит интернет. Информация для тех, кто следит за фигурой. Как известно, за любимые лакомства приходится расплачиваться трудом и потом в спортзалах. Ученые почитали, какую дистанцию должен пробежать человек, чей вес составляет около 65 килограммов при скорости 10 километров в час. Так, небольшой кекс весом всего 34 грамма будет стоить вам километры и 840 метров. Цена глазированного сырка – 2 километра и 910 метров. А порция казинака весом всего 56 граммов – страшно подумать. 4 километра – 410 метров. Да, вот так прикинешь расстояние, получишь такую немаленькую цифру и решишь, что нужно питаться правильно и отказаться от сладостей. А чтобы такого съесть вкусного и полезного, знает Ольга Орлова. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами приготовим свеклу в сладком маринаде. Для свеклы в сладком маринаде нам потребуется 500 граммов отварной свеклы, 1 стакан воды, 1 столовая ложка сахара, 3 столовые ложки бальзамического или столового уксуса, 1 чайная ложка тмина, пол чайной ложки соли, перец, 2-3 зубчика чеснока. Готовим! Свеклу режем кусочками и складываем в емкость, в которой она будет мариноваться. Готовим маринад. В воду добавляем сахар, соль и тмин. Кипятим, перчим, вливаем уксус. Перемешиваем. Полученным маринадом заливаем свеклу и даем ей промариноваться 1-2 дня. При подаче маринад сливаем. Придется потерпеть, чтобы попробовать эту свеклу, но зато можно приготовить ее заранее. Ингредиенты сейчас запишем. Для свеклы в сладком маринаде нам потребуется 500 граммов отварной свеклы, 1 стакан воды, 1 столовая ложка сахара, 3 столовые ложки бальзамического или столового уксуса, 1 чайная ложка тмина, пол чайной ложки соли, перец, 2-3 зубчика чеснока. Чем дольше эта свекла стоит в холодильнике, тем вкуснее она становится. В этом, наверное, еще один ее плюс. Рецепт ищите на сайте городзет.инфо на специальной вкладке «Завтракаем вместе». Приятного аппетита! Легкий завтрак, сытный обед и вкусный ужин. Любая трапеза в кафе «Цезарь» приносит удовольствие. Всегда свежая кухня, уютная обстановка, разнообразие блюд, приветливый персонал. Ждем вас в торговом центре Дубрава по адресу улица Ленина, 20А, кафе «Цезарь». Готовим с любовью, вкусно и сытно! Продолжаем наше утро, и я продолжаю удивлять вас интересными фактами. Самой тяжелой книгой в мире признана книга, напечатанная в Веллингтоне. Она весит 50 килограммов. Как вы думаете, о чем там написано? Ни за что не догадаетесь. Нет, это не история мировой культуры. Нет, это не научные трактаты. На страницах 50-килограммовой книги рассказывается история развития регби в Новой Зеландии. Вот уж никогда не подумала бы, что она настолько огромная. И даже боюсь представить, сколько подробностей содержит это издание. И кто же этот человек, который осилит столь захватывающую и полные неожиданностей, и разных поворотов историю. Да, наши люди, в отличие от веллингтонцев, читают нормальные книги. С сегодняшнего героя рубрики «Любимые книги детства» язык не поворачивается назвать дедушкой. В свои 78 лет он подтянут, обаятелен, остроумен. Впрочем, как и всегда. Директор школы и учитель физики, которого с благодарностью вспоминают многие поколения учеников. И который сам в детстве терпеть не мог профессии учителя. А педагогом стал совершенно случайно. Просто обстоятельства так сложились. Вячеслав Сергеевич Шунин. Его первая настоящая встреча с книгой запоздала на несколько лет. Он родился в 37-м. В 4 года узнал, что такое война. Недосказок тогда было. В 44-м, едва успев пойти в первый класс, с мамой уехал в Западную Белоруссию. Вслед за отцом, который боролся там с бандитизмом. Там, по сути дела, советской власти и не было. А когда приехали туда, там и русских, конечно, школ не было. Я пошел в первый класс белорусской школы. Ну, как учился, конечно, ничего не понимал. Возможно, только складывать, дать мне мать. А сами условия были. Отец все время ну, по лесам, по долам. Мать работала. Я с бабушкой был. Никаких, конечно, библиотек не было. Чего там читать? Никаких и книг в магазинах ничего не продавалось. Света не было с керосиновой лампой. По ночам у нас дома дежурил вахтер, солдат, когда дни были, потому что банда проходила километрах 20-30, бандеровцы. Так, при свете керосинки, с трудом понимая язык, он закончил четвертый класс. После четвертого класса мне отец привез, я помню до сих пор, такую большую книгу из областного центра, которая называлась «Повести о боевых кораблях». В этой книге рассказывалась история кораблей от Петра Первого, ну и кончаясь современными на то время кораблями. И различные бои описывались. Читал, конечно, я без отрыва. Потом также без отрыва прочел все романы о трех мушкетерах Александра Дюма. А вскоре семья переехала в Минск, и у мальчишки, наконец, появился свободный доступ к книгам. Пришло время индейцев, а за ними героев гражданской и Великой Отечественной войны. Про Первую конную армию, Тонца над Баба-Тагом, Хмурое утро, самое главное было, что вот внушали тогда и в школе, и в этих книгах это личность Сталина. Где бы Сталин не был, куда его не посылали раньше, или присутствовал, там всегда была победа, положительное решение, и создавался образ такой хороший, и за Сталина ребятишки все всегда были. Положительный образ. И он и остался до сих пор. Увлекался Вячеслав Шунин и детективами, советскими, разумеется. Опять здесь прослеживалось, как, если наш герой, ну, кто он там, разведчик, пограничник, или кто, всегда все побеждал, всегда было хорошо, ну, и на этом положительном образе, ну, проходило значительное воспитание, не то, что сейчас. А с литературой для самых маленьких он все-таки познакомился. Правда, ему тогда было уже около 14 лет. У меня родилась сестренка в 48-м году, и вот ей годика два было, и вот я начал ей читать. Это Майдадер, дядя Сёпа, сказки братьев Гримм, и так далее. То есть шагнул обратно в этом отношении. Шагнул, да так, видимо, и не вернулся, но всегда сохранил в себе озорную искорку ребенка. Поэтому и стал учителем, хорошим учителем, таким, о которых в книгах пишут. Друзья, а у меня есть три пригласительных на два лица на разные спектакли театра юного зрителя. Это Жюли и Кассас на троих, Приключения кота в сапогах, Ну, волк, погоди. Мы с радостью отдадим их первым трем дозвонившимся в редакцию по телефону 60-67-74 с правильным решением задания. Оно следующее. Из представленных букв составить слово. Звонки мы принимаем сегодня с 9.30 до 10.00. Не раньше и не позже. Дерзайте! А Маргарита Каданская пока расскажет, что же будет происходить в эти выходные. Доброе утро! Школьная афиша на утреннем канале. Сегодня будем заниматься ужасным делом болтать на уроке. Кто там разговаривает на последней партии? Тишина! Болтать на уроке! Для начала поделим и косос на троих. Ну, на три не делится два, один будет явно лишний. Каданская. Каданская можно ловить. В эту субботу Зареченский театр покажет один из самых неоднозначных, запутанных, я не побоюсь этого слова, провокационных своих спектаклей по пьесе шведского драматурга Августа Стринберга. Думаете, я слабая? Думаете, я боюсь крови? Увидеть бы вашу кровь, ваш мозг на плахе, увидеть бы, как все ваше проклятое семя плавает вот в этом море. Зрителям предстоит разобраться, где любовь, а где расчет, где клетка, а где свобода, где сон, а где явь. Актеры осторожно натягивают струны эмоций зрителя и вот когда они уже настолько напряжены, что готовы зазвенеть в любой момент и начинает звучать странная, еле слышная мелодия Ивановой ночи. Словом, да, для субботнего вечера пощекотать себе нервы самое оно. А вот всем, кому меньше 16, лучше прийти на детские постановки. В субботу в 11 часов ребят ждут на спектакль Кот в сапогах, а вот в воскресенье встреча со зверем посерьезнее. Ну, волк, погоди. Маш, Маш, ручку дай, пожалуйста. Спасибо. Для чего нужны ладошки? Для того, чтобы писать шпаргалки. Хотя, конечно, много не напишешь. Ну, можно еще рукава закатать. Главное, спидеть того момента, когда тебя вызовут кодовская к доске. Жили-были две ладошки. Правая и левая. Ладошки были очень похожи друг на друга, но назывались по-разному. Больше всего ладошки любили путешествовать. Эти ладошки в школу еще не ходят. Они совсем маленькие. Актеры театра дома культуры дружбы работают по системе Монте-Сори. Раздражая нервные окончания на ручках, ребятки быстрее учатся говорить. Взаимодействия с кукольными героями познают мир. На этот раз главный персонаж обворожительный черный кот с совершенно человеческим взглядом. Мы с тобой обязательно наловим много рыбы, соберем с ребятами грибы, а что еще произойдет во время путешествия, вы, дорогие ребята, узнаете, если придете к нам в гости в субботу в 10 часов в Дом культуры Дружба. До встречи! Но самое главное, все мы в эти выходные будем отмечать День учителя, поэтому я хочу сказать. Пожалуйста, дорогая Елена Александровна, мы все хотим поздравить вас с Днем учителя. Ура, ребят, поздравляем! 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 Спасибо! Все было, и дороги, и невзгоды, и солнце свет, и свет любимых глаз. Я вглядываюсь в прожитые годы и с теплым чувством вспоминаю вас. Ведь это вы мне в душу заронили, любовь к земле, к живущим на земле, к родным лесам и к нивам изобильным, и к теплым ароматам тополей. Пример брала с вас, шла к вам за советом, наградой был взгляд ваших глаз живых. Вы столько дали мне тепла и света, что хватит обогреть десятерых. И это вы вдохнуть в меня сумели, стремление всегда идти вперед, и видеть свет обетованной цели, и не бояться никаких невзгод. Вы отдаете все большой работе, вы в детских душах будете мечтой. Спасибо вам за то, что вы живете, за ваших дел и мысль и красоту. Человек не склонен доверять гороскопам, потому что зачастую думают, что их придумывают люди далекие от астрологии, сидя на кухне. Я вас уверяю, что у нас все серьезно. Каждую ночь настоящий профессионал своего дела наблюдает за звездами и составляет специально для наших телезрителей гороскоп на день. Поэтому нашему гороскопу доверять можно. Внимание на экран, предсказания звезд уже в эфире. Овен, душа ваша требует интеллектуальных бесед. Вы настроены спорить до хрепоты, но важен вам не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями. Телец, в любых проектах, связанных с деньгами и разумными способами их потратить, вас ждет успех. Ваш мозг будет работать четко и конструктивно, вырабатывая практичные идеи. Близнецы, если захотите в чем-то докопаться до сути, вам достаточно собрать нужное количество фактов. Правильные выводы вы сделаете сами и этим очаруете окружающих. Рак, если проанализировав события, вы поймете, что зашли не туда, не страшно, вы легко избавитесь от иллюзий и из всех возможных вариантов выберете правильный путь. Лев, в общении вы будете руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у вас есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. В будущем это обещает вам пригодиться. Дева, постарайтесь сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями. Вы уже знаете ответы на все свои вопросы, осталось лишь признаться себе в этом. Весы, залог успеха в делах это умение объективно оценивать свои силы. Одна голова хорошо, а две лучше. Не стесняйтесь советоваться со специалистами. Скорпион, ваше желание доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих согласиться с вашими аргументами. Стрелец, даже если все ваши дела пойдут гладко, вы можете испытать массу колебаний. Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Настройтесь на боевой лад. Козерог, вы можете столкнуться с идеей или ситуацией, которые со временем выведут вашу жизнь на иную высоту. Не бойтесь новых обязанностей и обязательств. Овчинка выделки стоит. Водолей, вы сможете блеснуть своими познаниями в любом разговоре. В интеллектуальном общении вам не будет равных, а эрудиция сегодня актуальна во всем, даже в любви. Рыбы, совет вашим родственникам сбежать из дома и не появляться до самого вечера. Иначе капитальной уборки или капитального ремонта под вашим руководством им не избежать. Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность, возможен дождь. Атмосферное давление 740 мм артутного столба. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха и днем, и ночью ожидается одинаковая 10-11 градусов тепла. И снова всем доброе утро! Каждый день мы с нетерпением проверяем электронную почту в надежде увидеть новые фотографии фотоконкурса «Чеширский кот отдыхает». Уж очень мы любим животных, а ваши забавные снимки так здорово поднимают настроение! Победители конкурса ожидают призы в виде сертификатов от магазина «Планета Зо». Чтобы стать участником, достаточно отыскать снимок, вызывающий улыбку, на котором запечатлен ваш любимец. К нему нужно сделать смешную подпись, а также указать кличку питомца, породу и ваш номер телефона. Все это присылайте нам на электронную почту «Утро собакой тркз.ру» или приносите прямиком в редакцию по адресу «Ленина 18б». Эту песню я посвящаю своей собаке. Шагаю с доги, я по дороге, и эту песенку пою, я, я. Утали ноги и хнычьи доги, не хнычь, мой доги, I love you. Бай, 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 доги, первый мой сынок. Засыпь, бай, бай, доги, спи без задних ног. Бай, 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 Доги, первый мой сынок. Засыпь, бай, бай, доги, спи без задних ног. Собачьи боги, храните доги, пускай увидит, пускай увидит он мечту свою. И снятся доги, телячьи ноги, и он им шепчет «I love you». Бай, 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 Доги, первый мой сынок. Засыпь, бай, бай, доги, спи без задних ног. Бай, 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 Доги, первый мой сынок. Засыпь, бай, бай, доги, спи без задних ног. Сны снятся доги, а в них тревоги, Как будто с будкой я стою. Дрожать не нужно, будка для мужа, Его я доги не ловью. Бай, 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 Доги, первый мой сынок, Засыпай, бай, Доги, спи без задних ног. Бай, 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 Доги, первый мой сынок, Засыпай, бай, Доги, спи без задних ног. Сейчас я для вас буду свистеть. Вот сейчас. Нет, сейчас. Свищу. Аплодисменты мне. Бай, бай, бай. Доги, первый мой сынок. Засыпай, бай, Доги, спи без задних ног. Бай, 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 Доги, первый мой сынок. Засыпай, бай, Доги, спи без задних ног. Бай, 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 Доги, первый мой сынок. Кабельный телевидение Кабельный телевидение Кабельный телевидение Кабельный телевидение Кабельный телевидение Совсем скоро свой профессиональный праздник будут отмечать учителя. Это люди, которые готовят нас к взрослой жизни. Вместе со школьными науками они преподают уроки жизни. Поздравляю вас! Пусть ученики только радуют и не забывают. Терпение вам в вашем нелегком труде. А я желаю всем доброго утра и не переключайтесь!